МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Так уж повелось, что Новый год мы всегда встречаем с размахом и всем тем, что этому размаху соответствует. Богато накрытый праздничный стол, большое количество горячительных напитков, танцы, гуляния на морозе в ночи. А как сделать так, чтобы начало года не омрачилось больничным листом? Об этом в нашей программе. Во Франции устрицы и фуагра, в Польше ячменная каша, а у нас... Ну, а лифья? Это 100%. Голым на мороз или как гарантированно получить больничный в январе? На внутренних органах это всегда отразится. Перед тем, как я представлю наших гостей, предлагаю посмотреть небольшой сюжет о том, как принято встречать Новый год в некоторых странах мира. Начнем, пожалуй, с изысканной и утонченной Франции. Празднование Нового года здесь начинается с ужина. Часов примерно так в 8. Представьте, на столе красуются блюда из фуагра, омаров, копченые семги и устриц. Главное, чтобы они были изысканными, а еще лучше редкими. А еще в некоторых домах до сих пор сохранилась традиция. Хозяин винодел должен чокнуться с бочкой вина, поздравить ее с праздником и выпить за будущий урожай. Кстати, чокнуться с бочкой не значит выпить ее до конца. Идем дальше. И это соседняя Польша. В этой стране на новогоднем столе ровно 12 блюд и ни одного мясного. Грибной суп или борщ, каша ячменная с черносливом, клетки с маслом, на сладкое шоколадный торт. Обязательное блюдо – рыба. А в Голландии застолье начинается с шампанского, а в полночь все выходят на улицу, и начинается массовое распитие глинтвейна. В этой стране этот напиток не варит только ленивый, а пьют глинтвейн – голландцы со своим фирменными пончиками. И напоследок перемахнем через океан. Новый год американцы редко отмечают дома. Поэтому такое понятие, как новогодний стол, в принципе, не сложилось. У каждой семьи он свой, а большинство американцев вообще празднуют Новый год в ресторанах. А сейчас самое время представить вам наших сегодняшних гостей. Сегодня о безопасном праздновании Нового года мы будем говорить с врачом-психотерапевтом, ассистентом кафедры неврологии, нейрохирургии с курсами реабилитации и психиатрии Гомельского государственного медицинского университета Ларисой Владимировной Рузановой. А также с заведующим кафедрой внутренних болезней номер 2 Гомельского государственного медицинского университета, кандидатом медицинских наук, доцентом, врачом общей практики Эриком Николаевичем Платошкиным. А помогать нам традиционно будет двое студентов Гомельского медицинского университета. Это Янина Донцова и Михаил Осипчук. Здравствуйте, ребята. Сегодня, в канун Нового года, мы не будем отступать от нашей традиции. И первый вопрос, ребята, будет для вас. Он уже готов. Внимание на экран. Мы уже узнали сегодня о том, что французы на Новый год предпочитают устрицы с шампанским, а в Голландии все пьют глинтвейн. У белорусов тоже есть свои предпочтения и кулинарные традиции. Ну, оливье, это сто процентов. Это сильно на Новом году мы не хотим сказать. Ну, я не знаю, и холодное делают, и салаты делают. Ну, и, конечно, бутылку ставят. Оливье, наверное, точно будет присутствовать на Новогоднем старе. Может быть, и броды с красной икоркой, тортик. Ну, что-нибудь, шашлычок какой-нибудь. Что-то такое. Мандарин. Ну, и, конечно, что-нибудь с рыбкой красненькой. Оливье обязательно. Прямо чаек должен быть. Наверное, кока-кола рождественская, да, курочка. И какие-нибудь бутерброды классные очень. Я думаю, раз мышь, значит, сыр. Что ж, ну, моя жена готовит все вкусно. На этот Новый год у нас будет суши-пицца. Мандарины, в первую очередь. Ну, оливье. Сало с картофелькой, и кислое огурец. Мандарины, тортик, оливье. Может быть, курица, наверное, что-то подобное. Ну, и бутерброды с красной кровью. Ну, Новый год. Ну, мы обычно всегда оливье, конечно. Подшума и сельси. Минералка. Новогоднее меню оказалось несложно составить. Итак, представляем вам тройку лидеров. Почетное третье место заняло истинно белорусское блюдо – мандарины. Серебро у бутербродов с икрой. Ну, а на первой строчке вполне ожидаемо оказался салат оливье. Праздничное меню оказалось слегка французским. Зато в повседневной жизни главное для белорусов – это все равно драники. Ребят, у вас на столе есть карточки, на которых представлены рецепты тех трех блюд, которые предпочитают белорусы на своем праздничном столе. Ваша задача состоит в том, чтобы посчитать, сколько калорий содержится в 100 граммов каждого из этих продуктов. А пока вы считаете калории, мы начнем разговор. Эрик Николаевич, первый вопрос, наверное, будет к вам. Новый год, Новый год – это праздник, но в то же время, 1 января, многие люди становятся пациентами у врачей. С какими чаще всего проблемами люди обращаются к врачам? Или приходится вызывать скорую помощь? – Действительно, Новый год связан традиционно у нас с изобилием, с нашим представлением об изобилии. И об этом говорит и опрос наших граждан. Те блюда, которые люди считают деликатесными, они хотят видеть на своем новогоднем столе. Умеренность – это, наверное, главный девиз, который должен быть за любым праздничным столом. Если все будет в умеренном количестве съедено, на завтра вы будете себя чувствовать здоровым, бодрым человеком. Если будет переедание, то здесь уж не обессудьте, будут вопросы к внутренним органам. И здесь могут быть и гастриты, и панкреатиты, обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Поэтому первое правило – это умеренность в еде, даже на Новый год. Начнем с самого распространенного заболевания – это острый гастрит. Явление, которое чаще всего связано с потреблением большого количества пищи, острой пищи, соленой, специй, что на новогоднем столе не является редкостью. Более грозное и тяжелое заболевание – это острый панкреатит. Это когда, кроме злоупотребления пищи, есть алкоголь. Алкоголь и жир – это, в общем-то, те два компонента, которые приводят к воспалению поджелудочной железы. Жирная пища стимулирует выработку поджелудочного сока, алкоголь повышает тонусы мышечных жомов, давление в протоках поджелудочной железы возрастает, разрываются межклеточные контакты. И поджелудочная железа, вместо того, чтобы переваривать пищу, которую мы съели, начинает переваривать сама себя. Это очень грозное осложнение, поэтому будьте осторожны, употребляя алкоголь с жирной пищей. Ирина Николаевич, известно, что празднование Нового года мы начинаем еще задолго до 31 декабря. Это сначала корпоративы, потом это у нас Рождество католическое. Но вот пришел и Новый год, это и 7 января, и дальше это Старый Новый год. Череда такая праздников. Насколько это опасно для организма? Вы рассказали уже про грозные заболевания. Чтобы они развились, это нужно один праздник или это все-таки вот такая вот много праздничный целый период? К сожалению, бывает достаточно одного праздника, чтобы человек оказался в реанимации или на операционном столе. Опять же, такая череда праздников, она может быть и позитивным моментом в том плане, что человек немножко стимулирует, активирует свои ферментные системы. И как бы вот спортсмен подготавливается к соревнованиям, к каким-то состязаниям. Точно так тренируются рецепторы, тренируются ферментные системы. И человек может действительно вот эти праздники употреблять больше, чем обычное количество пищи и чувствовать себя неплохо. Но вот здесь именно важно такое постепенное вхождение вот в этот праздничный режим. Ну и есть такое понятие, четкая мера и культура потребления алкоголя. Об этом все знают, но немногие, к сожалению, придерживаются. Кто-то говорит, лишь бы градус не снижался, кто-то говорит, повышать его надо, да? Ну, не смешивать. Есть такое еще мнение. Все-таки в чем же состоит эта культура правильного употребления напитков алкогольных? Все мы с вами в разной степени реагируем на одно и то же количество алкоголя. Это связано с наследственностью, со способностью наших ферментных систем метаболизировать алкоголь. Здесь есть и расовые, национальные, географические особенности. Поэтому каждый человек уже в процессе своей жизни, путем экспериментов, порой грустных, приходит к определенному уровню потребления алкоголя, когда оно для него безвредно. Есть понятие толерантность к алкоголю, а есть понятие токсичность алкоголя. Так вот, токсичность алкоголя, она абсолютная. То есть зависит только от количества выпитого этанола. То есть зависит от градуса и количества в пересчете на этанол. А вот толерантность, есть люди, которые выпьют много, и вроде они себя чувствуют неплохо. Но на самом деле это видимое благополучие, потому что внутренние органы, к сожалению, страдают. И опять же, к сожалению, в нашей стране цирроз печени, алкогольные теологии, в общем-то, это одна из основных причин смертности нашего населения среди заболеваний всех пищеварительной системы. То есть главный принцип все-таки – это мера. Да. Здесь задача, во-первых, не смешивать удовольствие. Новый год – это не только еда, это не только застолье, это и общение с друзьями, с коллегами, с близкими. Это посещение новогодней иллюминации, елки. Это может быть традиция выезда на природу. Это многообразный праздник, который надо действительно проводить так, чтобы это запомнилось, это были приятные впечатления. А не вспоминать потом на больничной койке, зачем я лишнюю рюмку выпил. Поэтому вот такие рекомендации, я бы сказал, что не только стол, должно быть движение. Даже в ресторанах, если вы отмечаете корпоратив, то всегда есть танцпол. Подвигайтесь, потанцуйте. Это дополнительный массаж внутренних органов, стимуляция их работы. И вы лучше будете себя чувствовать на завтра. И расход, наверное, тех самых калорий, которые считали наши ребята. Да, пусть небольшой, но какой-то будет, да. Я предлагаю сейчас выслушать ответы наших ребят. Они уже, наверное, готовы. Они посчитали калории в самых традиционных белорусских блюдах новогодних, да? И мы готовы их послушать. Кто будет первой отвечать? Ну, пожалуй, я. Я, Нина, пожалуйста. Мы с моим коллегой произвели подсчет трех стандартных новогодних блюд для белорусов. И вот чего мы добились. В 100 граммов мандаринов содержится в среднем 38 килокалорий. В одной порции бутербродов с красной икрой содержится 370 килокалорий. Но надо помнить, что 100 граммов бутербродов с красной икрой содержится в двух бутербродах. А самое популярное блюдо белорусов, салат оливье, содержит в себе 200 килокалорий. Из этого мы можем видеть, что на новогодних столах у белорусов есть как низкокалорийные, так и высококалорийные продукты. И необходимо правильно их сочетать. Ребят, вы хорошо справились по счетам колоража нашего новогоднего стола. А сейчас я вам предлагаю второй вопрос. Внимание на экран. Новый год один из любимых праздников. И в каждой стране имеются собственные традиции. В их числе достаточно экстремальные. Так в Дании бьют посуду. Степенный скандинавский народ в зимние праздники стремится избавиться от всего старого и надоевшего, и как следует повеселиться. Первой под горячую датскую руку попадается неиспользуемая посуда. Ее бережно хранят весь год, чтобы безжалостно разбить в новогоднюю ночь на счастье. Причем непременно у порога друзей или близких. А у белорусов любят на Новый год париться в бане. По традиции, перед Новым годом с праздником. С радостью. Почему бы нет? С удовольствием. Я люблю баню. А так ли безопасна эта традиция и кому она категорически не подходит? Это вопросы для вас. Ребят, для вас вопрос второй прозвучал. Готовьте на него ответ, а мы пока продолжим наш разговор. Эрик Николаевич, ну вот все-таки большинство людей, готовясь к празднику, соблюдают некоторую диету. Особенно это женщины, чтобы влезть в любимое платье, хорошо выглядеть на праздничном корпоративе. Некоторые просто готовят целый день пищу для праздника, остаются голодными. И вот приходят праздничный час, бьют куранты и начинается эйфория пищевая. Люди много кушают, плюс 2-3 килограмма за праздники. Ну не зря до этого сидели на диете, их сбросили. Насколько это для организма все-таки не полезно? Отвечу сразу, что зря сидели на диете. Дело в том, что пищеварение – это процесс, который должен восполнять траты организма энергии, каких-то строительных материалов, белков, жиров, углеводов в процессе жизнедеятельности человека. Даже если человек просто спит в кровати или сидит на рабочем месте, ничего не делая, он тратит энергию. Поэтому есть надо все равно. Другое дело, что это может быть низкокалорийная пища в виде салатов овощных, в виде крупяных каш, допустим, на воде. Но есть человек все-таки должен. Особое внимание хочу обратить на полное голодание. Это очень опасно для людей, склонных к образованию камней в желчном пузыре. Потому что в этом случае желчный пузырь не сокращается. А если он не движется, то в нем очень легко образуется песок, а потом камни. И исходом вот такого голодания может стать формирование желчнокаменной болезни. Лариса Владимировна, мы поговорили о теле, о пище, о употреблении алкоголя, то, что настроение создает. Но ведь на самом деле создать настроение должно что-то другое. И вот здесь такой вопрос, что у многих к концу года состояние какое-то пониженного настроения. Люди говорят о том, что у них нет предпраздничного настроения новогоднего. Или может быть это депрессия? Или это усталость к концу года? Ну давайте подумаем о том вообще, что происходит с человеком, как он организует свое время вот как раз к этому самому темному месяцу года, декабрю. То есть традиционно декабрь месяц это подведение итогов. Это подведение итогов на работе, это подведение личных итогов, того, что удалось, что не удалось, что остается на следующий год. Это вот эта предпраздничная суета, возможно, неправильно распределенное время, возможно, неправильно распределенные финансы. Потому что финансовый вопрос часто является таким основополагающим для развития в последующем переживании. Потому что некоторые люди хотят с такой перфекционистской позиции сделать все очень хорошо, лучше, чем в прошлом году, лучше, чем у соседа, лучше, чем у подруги, лучше, чем еще у кого-то. Все это подогревается вот таким явлением, как социальные сети, как кинематограф, где демонстрируются такие счастливые люди, хэппи-энд. Все наконец-то разрешается к концу года. И это некий такой обман. И одна из причин, почему развивается такое настроение у человека, это все-таки нереализованное ожидание, чрезмерное ожидание от этого события года. Также к концу года мы задумывались о том, что прошел еще один год нашей жизни. И осталось меньше. И это тоже является поводом для таких вот переживаний. Люди более старшего возраста задумываются о том, что они утратили свою родину в том, ту родину, в которой они были счастливы, те традиции, которые существовали тогда, а сейчас все уже не то, Новый год не тот, эмоции не те, праздники не такие. Вспоминаются ушедшие близкие люди, как с ними было раньше хорошо и весело. Это тоже является таким поводом в этот праздник погрузиться в какие-то переживания. Кроме того, когда у тебя есть свободное время появляется, когда ты не занят какой-то работой и появляется время побыть наедине с собой, тогда вдруг появляются проблемы, которые ты не успел разрешить. И когда ты, наконец, их услышал, что они существуют внутри тебя, это тоже может быть поводом для того, чтобы как-то изменилось твое эмоциональное состояние. Но надо сказать, что, к счастью, все-таки эти эмоциональные переживания, они кратковременные. Празднование любого праздника зависит от той компании, в которой ты находишься. Вот насколько действительно психологический климат зависит от того, с кем ты находишься рядом. И как лучше проводить Новый год, в какой компании? Ну, здесь я хочу сказать, что очень важный такой момент в этом смысле – это уметь слушать себя. То есть то, что ты хочешь, то, что тебе нравится, то, что тебе бы приносило удовольствие, как ты хочешь провести это время. Потому что, может быть, реально ты хочешь лечь спать, и ничего не случится. Это проверено многими-многими десятками и тысячами людей, которые на Новый год ложатся и спокойно спят. Утром просыпаются в хорошем настроении и реализуют программу, которую они задумывали. И продолжают дальше жить. Если все-таки у вас есть традиции, например, семейного празднования, это прекрасно. То есть семья собирается наконец-то вместе. Это всегда какие-то истории семейные. Это возможность послушать самых старших членов семьи, которые могут что-то интересное рассказать. И пополнить твои знания вообще о тех семейных корнях, которые у тебя есть. Но бывает неплохо иногда изменить эту традицию и встретить Новый год, например, с друзьями, с хорошо знакомой тебе компанией. Потому что быть веселым, раскрепощенным проще всего в той компании, которую ты хорошо знаешь. Наличие нового человека в этой компании всегда вносит какую-то новую струю и может сделать это общение гораздо более интересным и запоминающимся. Ну а может быть ты хочешь встретить этот праздник с вообще незнакомыми людьми и прийти на площадь центральную и встретить этот Новый год в кругу огромного количества незнакомых людей под елкой. И это может тоже принести какие-то новые удовольствия, новые впечатления, новые, может быть, знакомства. То, что часто показывают в американских фильмах, да, в последний момент, да, какое-то новое знакомство. Элемент такого романтизма внести в жизнь. То есть если вы организуете праздник и приглашаете к себе кого-то, то здесь важно ориентироваться на себя, кого вы хотите увидеть. Конечно, нежелательно, чтобы это все были ваши сотрудники, которые имеют одну и ту же профессию, потому что все это превратится в то, что все будут говорить про работу. Вот. И это не очень интересно, потому что про работу мы все время говорим на работе. Но, тем не менее, чтобы этого не случилось, и чтобы исключить такое негативное влияние на компанию какого-нибудь лидера, который в любой момент любит устроить митинг, превратить это вот в такой монолог, да, чтобы все будут скучать, тогда очень важно все-таки иметь какой-то сценарий, ну, чем вы будете заниматься на протяжении вот этой новогодней ночи. И тогда любую компанию можно сплотить и сделать этот вечер незабываемым. Я так понимаю, что самое главное – то, что ты хочешь, да, и чтобы это действительно был сценарий, а не просто, как уже говорил Орик Николаевич, просто съесть, покушать, выпить алкогольные напитки, посмотреть телевизор и пойти спать. Самим нужно создавать себе праздник. Ну, а сейчас я предлагаю послушать еще об одной традиции, что думают наши ребята о бане и праздновании Нового года в бане. Кому же Новый год так проводить не стоит? Баня, сама по себе, это прекрасный метод оздоровления. Она и снимает напряжение, она имеет ингаляционные свойства, она усиливает наш иммунитет, если систематически ее посещать. Она убирает морщины, повышает упругость кожи и даже помогает людям в похудении. Но, однако, не стоит забывать про то, что для посещения бани существует ряд противопоказаний. Допустим, та же самая эпилепсия, болезни сердца и сосудов, артериальная гипертензия, болезни дыхательной системы, беременные и кормящие женщины, а также дети до 4 лет. Также стоит заметить, что в новогоднюю ночь тоже следует воздержаться от посещения бани в связи с употреблением алкоголя и жирной пищи. И что же получается? Такая важная русская традиция, как баня, и мы от нее отказываемся. Эрик Николаевич, ваше мнение как специалиста? Отказываться не обязательно. Дело в том, что негативный пример такого чрезмерного возлияния алкоголя в бане, он всем знаком по культовому фильму «С легким паром», который обычно всегда в новогоднюю ночь там показывают. И есть уже продолжение этого фильма. Поэтому действительно там все эти негативные моменты показаны. Поэтому настоящие банщики, они считают, что баня и алкоголь несовместимы. В нашей же традиции пойти в баню – это обязательно как минимум пить пиво, а порой и более крепкие напитки. Да, пока человек молод, пока резервы организма достаточны, это может пройти, в общем-то, незаметно для самого человека. Но на внутренних органах это всегда отразится. С возрастом, когда появляется повышенное давление, когда развивается атеросклероз сосудов, таких интенсивных нагрузок, которые можно получить в бане, следует избегать. Особенно не следует сочетать с употреблением алкогольных напитков. Так как же отметить Новый год, чтобы потом и 1 января, и все оставшиеся дни сохранить хорошее настроение и здоровье? В первую очередь, когда вы подумаете о том, когда вы подводите итоги года и думаете о том, что сделано, что не сделано, очень важно все-таки делать акцент на своих достижениях, чтобы повысить свою самооценку и чтобы получить новый мощный импульс к движению дальше. Я призываю всех помнить о том, что все-таки празднование Нового года – это просто смена календаря, а не какая-то трансформация личной жизни каждого жителя планеты Земля. Важно очень помнить, что в мире очень много интересного, что зима, она не вечна, зима, она проходит. И вы хотя бы одного человека можете в этой жизни сделать счастливым, я призываю вас, значит, себя. Подумайте о том, что бы вам хотелось сделать, что бы вам хотелось завершить то, что вы все время откладывали. И, может быть, наступило самое время вот сейчас сделать это для себя. Спасибо большое. Эрик Николаевич. Самые главные ценности – это ценности семейные, это радость человеческого общения. И если, допустим, у вас на Новый год романтический ужин, вы же поймите, что романтика, она абсолютно не связана ни с алкоголем, ни с количеством съеденной пищи. Большое спасибо вам за сегодняшнюю нашу беседу и до новых встреч в следующем году. До наступления Нового года остались считанные часы. Я от имени всех врачей хочу вам пожелать душевной гармонии и доброты, семейного тепла и уюта, счастья, радости, любви и, конечно, здоровья. Берегите себя и до новых встреч в программе «Тело человека». Субтитры подогнал «Симон»!